Доброе утро, дорогие телезрители! Этот фестиваль «Наука 0 плюс» у нас проводится с 2016 года в университете, а начало берет где-то с 2006 года инициатором проведения этого мероприятия явился Московский государственный университет в лице ректора этого университета Виктора Антоновича Садовничева. В общем, они провели в начале, и затем уже постепенно он приобрел статус всероссийского. И с года в год теперь постепенно масштаб и география проведения фестиваля расширяется. С какими целями проводится данный фестиваль? Цель фестиваля – это привлечь как можно больше широкую аудиторию. Широкая аудитория, она и называется фестиваль «Ноль плюс». Это имеется в виду дети с малого возраста и до самого взрослого возраста люди могут принимать участие. Это такое мероприятие, которое приобретает, это как бы отчет обществу науки, научных работников о том, что достигнет, какие достижения науки, что человечеству приносит эти достижения, какие преимущества имеют именно вот эти разработки научные и так далее. Ну, в любом случае отчет, он как приобретает как бы праздник. Ну да. Да, это праздник науки. Здесь все популярно, чтобы объяснить любому, любого уровня человеку, объяснить достоинства, достижения и результаты научной деятельности. Какая польза для человечества от этих научных достижений. Это во-первых. А во-вторых, конечно, как можно больше привлечь молодежи именно к исследовательской работе, чтобы у них появился интерес к научной и научно-исследовательской работе. Вот эти вот задачи стоят перед данным фестивалем. А вот конкурсанту, да, точнее, вот человеку, который участвовал в этом фестивале, что дает подобное мероприятие? Ну, во-первых, в рамках этого фестиваля, нашего фестиваля 25-го, который будет проходить, включает в себя более 20 мероприятий. Это мероприятие включает и открытые лекции будут, это выставки, это квесты по всем направлениям, специальности, это олимпиады и так далее. Участникам, конечно, будут выданы, во-первых, сертификаты, это, как правило, грамоты победителям, там, допустим, конкурсов каких-то, олимпиад и так далее, которые будут проводиться. Призы какие-то обязательно. Очень интересные мероприятия задуманы, задействованы все кафедры, все преподаватели, студенты университета готовятся тщательно к этому мероприятию, поэтому это будет действительно праздник науки. И очень хотелось бы, как можно больше людей, просто с улицы люди могут прийти, да, посмотреть и принять участие. То есть не обязательно, да, какие-то иметь научные разработки? Научные разработки, то, что имеются какие научные разработки и достижения, наши преподаватели, студенты, магистры, аспиранты, они где-то будут демонстрировать, показывать. Люди имеют возможность приобщиться, посмотреть и узнать, чем занимаются. То есть вот результаты фундаментальных исследований как раз могут быть, может быть, это как бы связь науки с обществом, понимаете, это популяризировать научные достижения, науку, чтобы обычно, обыденно человек понял, что несет наука и результаты наук, какую пользу для человечества. А на сегодняшний день вот сколько человек уже подало заявки для участия в этом фестивале? Вы знаете, вот в прошлом году у нас где-то более полутора тысяч человек приняли участие. В этом году они особо заявки не подают. Мы, да, разослали письма, министерство образования тоже передали письмо. Все желающие школы, колледжи обычно приходят со своими учащимися преподаватели. У них обычно тоже бывают какие-то научные исследования, результаты научных исследований. Они имеют возможность на этой площадке доложить. Где-то дискуссии могут быть, где-то может быть какой-то обмен мнениями и так далее. В общем, очень интересная программа предусмотрена. Вот расскажите, пожалуйста, что нового? Он уже в четвертый раз в этом году пройдет. Что будет нового в организации этого мероприятия, чего не было в предыдущие годы? Очень интересный вопрос. Здесь будет новое то, что в 2019 год Генеральной Ассамблеи ООН объявлен международным годом таблицы химических элементов Менделеева. И поэтому этот фестиваль будет проходить и не только у нас. И он по всей России прошел именно под эгидой вот этой юбилея 150-летия создания таблицы химических элементов Менделеева. Это мировое значение имеет это открытие великого русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева. И поэтому данное мероприятие как раз и будет проходить. Дело в том, что все площадки, я же сказала, где-то более 20 мероприятий будут. И все мероприятия так или иначе, они будут переплетаться с периодической системой химических элементов Менделеева. Каждый, будь то агрономия, зоотехния, филологи, химики, биологи, медики. Роль химических элементов любой может связать, потому что химические элементы окружают нас. Вся окружающая, окружающий мир – это химия, это химические элементы. И поэтому роль биологическая и так далее, и в сельском хозяйстве, и так далее, там можно много увязать. И они все, наши сотрудники, наши ученые, над этим вопросом работали, чтобы мероприятие прошло интересно. И поэтому, я думаю, для участников, кто будет посещать это мероприятие, они для себя откроют очень много нового. Сколько пришлось готовиться к этому мероприятию вообще? Мы готовимся… Какие-то сложности возникли? Сложности, конечно, возникают. Дело в том, что я сказала, вот материал, которым раздаточный, очень много мы получили из Москвы, из МГУ. Но и самим приходится много заказывать, много там надо соображать, придумывать, фантазировать. Так, чтобы было интересно преподнести все то, что все достижения, в каждой области достижения науки, в том числе увязать это и с периодической системы, конечно, там нужно было много фантазий и много работы. Люди готовились уже давно, где-то почти в течение всего года, в принципе, можно сказать, к этому мероприятию наши сотрудники готовились. А когда в итоге состоится мероприятие и сколько дней продлится? 25-го в 9 часов 30 минут это будет фестиваль науки, это будет шоу всевозможное, это будут показательные, там, может быть, и интересные моменты. И флешмоб будет на улице, очень красиво, очень красочное мероприятие. В здании Ингурского госуниверситета. В здании будет проходить, но и за зданием тоже там флешмоб будет. Да, на территории, да, Ингур. На территории, перед зданием, главным зданием тоже будет, конечно, проходить эти мероприятия. Но все будет достаточно интересно и красиво. Захитат Касана, вот фестиваль заявлен как фестиваль науки 0+, да? То есть это получается, что ребенок самого раннего возраста, да, там, неважно, годик ему, два годика, он может прийти в этот фестиваль, а что он там поймет? Именно, именно правильно. Этот фестиваль 0+, и предусматривает то, что могут быть дети с малого возраста и до самого старшего возраста, имеется в виду. Для маленьких детей тоже предусмотрена площадка. Там специально, да, там у нас уже задумана специальная площадка, где будут очень интересные, показательные опыты для детей. Очень, не то что увлекательные, и детей занять именно показать достижения науки, тоже даже в маленьком возрасте, чтобы они могли... То есть все продумано. Все продумано. Будет очень интересное тоже мероприятие, предусматривающее именно для развития, для интереса какого-то для детей малого возраста. Ну, я думаю, да, мероприятие обещает быть очень интересным. Я думаю, многие, наверное, захотят прийти туда, и для них двери открыты Ингурского госуниверситета с 25 числа. Да, мы, конечно, приглашаем всех, кто пожелает посмотреть. И, конечно, самое интересное, увидеть, чем занимаются ученые университета, какими разработками исследовательским. Более того, я что хочу сказать, это один день такой показательный, это праздник, а следующий день – это научно-практическая конференция. На конференциях как раз будут ученые уже там на секциях докладывать о своих научных достижениях, о научных разработках, обмениваться своими планами, разработками и так далее. Это уже следующий день. Это у нас уже будут и приглашенные из других республик, да. Конференция научно-практическая – это всероссийская научно-практическая конференция. Это не только ученые нашего университета, там будут участвовать и ученые со всех, можно сказать, концов России. Это большая научно-практическая конференция по материалам, которым будет издан сборник научных трудов. Значит, в рамках данной конференции 25 число – это у нас, как я сказала, мероприятия, связанные и шоу, и развлекательные, это праздник. А следующий день – это у нас научно-практическая конференция. Научно-практическая конференция носит всероссийский характер и будут материалы, прислали, по крайней мере, материалы на эту конференцию со всех концов России, со многих вузов России. И поэтому здесь будут уже секции, и на секциях могут, не могут, а ученые будут докладывать о своих достижениях, о своих новых разработках, планах и перспективах развития науки в дальнейшем. Ну что ж, Захидат Хасановна, видно, что проделана огромная работа. Я желаю успехов вам. Спасибо за интересную информацию, за беседу, за то, что нашли время прийти к нам, вот и поделиться с нами. Спасибо и вам. Спасибо и вам большое. Друзья, я напоминаю, что в гостях у нас сегодня была проректор по научной работе Ингурского госуниверситета, доктор химических наук и профессор Султыкова Захидат Хасановна. Говорили мы о предстоящем в регионе фестивале «Наука 0+.» Оставайтесь с нами, впереди вас ждет еще много интересного.